На сердце боль взгляд смотрит в небо, ждёт ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. На сердце боль взгляд смотрит в небо, ждёт ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. здравствуйте всем дорогие друзья и сегодняшнее видео снимание по своей воле потому что мне пришел донат от моего донатера с ником а 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 алекс корвус который уже второй раз за последние несколько дней донатит его вот в этот раз мне задонатил 500 рублей на вот такой достаточно интересную и грустную печальную тему и написал вот такой текст на думал ли ты о своем будущем что будет но когда допустим не станет на твоих родителей а не ну а точнее но твоих но родных которые тебе она помогает какие у тебя планы вообще а ну во первых я хочу сказать огромное спасибо за такой донат за поддержку вот это что ну касается вот ну так как раз ну было который тебе она помогает но то есть вот мне еще и донатеры ну помогает но пусть и не часто к сожалению но тем не менее хотя бы на какая-то помощь да ну так или иначе любой человек он думает о своем будущем но в моем случае ну когда я думаю о будущем мне хочется плакать плакать вот как бы невольно но текут слезы на глазах вот появляется но потому что как можно думать о том чего у меня не может быть вот но потому что он так или иначе человек сам вот как говорится тому туарет своей жизни вот в наше время ну принято считать так но и в принципе я с этим согласен но как можно строить будущее если отсутствует но какие-либо возможности для веры в лучшее вот и для изменения своей жизни что двое но понимали всю троидимую ситуацию то есть у как бы у меня на косоладе у меня заикание у меня дрос всего лишь метр на пятьдесят соответственно я вот такой человек на которой я на которой но которому я считаю абсолютно ну как бы невозможно стать частью всей вот этой целостной системы то есть и всех людей в целом то есть я никогда не смогу стать ну какой-то вот маленькая шестеренкой в общем механизме но под названием человечество то есть я не способен к социализации в принципе соответственно вот в моем случае вот это можно сказать больная тема но потому что вот у меня как бы у моих но родители у них на большие проблемы со здоровьем мои но родители но как бы они являются и и и и инвалидными то есть у моего он папа им первая группа у мамы им 3 группа и соответственно вот такой вопрос буду еще непосредственно стоит но для меня можно сказать здесь и сейчас но потому что по сути моих родителей их может ну как бы не стать в любой момент вот но как бы вот это не звучало пессимистично но потому что у них большие проблемы со здоровьем и соответственно более но то мои родители ну то есть они давно уже как бы не живут вместе то есть сама вот эта целостность семьи но как таковой до которой она когда-то была она давно утеряна то есть у моих но родителей ну как бы свои семьи несмотря на вот эти все особенности я живу ну то с папой но то с мамой ну в общем то сами ну понимаете соответственно я в свои но 30 лет живу с родителями то есть и никаких альтернатив в моем случае быть не может то есть я абсолютно не самостоятельный человек и с моими физическими данными не могло быть но как-то на подробно ну потому что я нигде не я нигде я нигде не работаю и в общем-то за всю жизнь я никогда не работал можно сказать то есть но были но попытки но так вот чисто формально знаете тому строился в очередной раз осознал что мне это не подходит и все соответственно как можно строить планы на будущее если я ничего не могу ничего не смогу добиться сам в этой жизни то есть что вы ну понимали вопреки начисленным комментариям якобы вот когда моих родителей не станет вот он как бы мне достанется якобы квартира в наследство то есть как бы если верить вот этим всем комментариям то я ее очень быстро не знаю там ну как бы ну про я ну про пью и все ну подобное но если бы было так все но в моем случае все гораздо хуже то есть мне ничего в наследство абсолютно не достанется не достанется опять же и изо всех вот этих особенностей там ну как бы с тем что мои родители ну расстались ну то есть и и и и и и и и у них свои семьи мнение и мне как бы абсолютно ничего не достанется соответственно не даже ну ну мне будет ни где жить ни где жить вот все вот например но когда моих но родителей не станет все в тот же день мне ну придется ну покинуть вот это место жительства и отправляться а ну куда-то в ассо яси в ассо яси ну куда я даже не не знаю из-за того что абсолютно и и и инфантильный человек я даже не думаю о том что он будет но потом то есть я и так но прекрасно понимаешь что мне открыта дорога куда-то там на мусорку на теплотрассу то есть в прямом смысле вот это слово ну потому что ну какие существуют альтернативы в моем случае если моих родителей не станет то как бы я не смогу жить где-то там с родственниками но но потому что у меня и и и и и отсутствуют но какие-то родственники соответственно я в таком случае вот ну если даже вот не брать в пример мой случай но какие возможности открываются у обычного человека после смерти но родителей то есть ну два варианта если ему ну так же ничего не достается в наследстве то есть либо снимать на квартиру что очень и очень дорого то есть среднестатистический съем на квартиры там стоит а столько же сколько средняя зарплата но причем в любом городе вот ну так все заточено но потом чтобы человек чисто выживал соответственно квартиру я не смогу снимать в любом случае дальше ну какие еще варианты там снимать ну комнату например там еще жить в общежитии там где-то в хостеле но не зависимо от вот этих всех вариантов ну какой бы я как бы ну какой бы я не выбрал вариант в любом случае нужно устраиваться на работу чтобы оплачивать вот это все а я не смогу устроиться на работу то есть опять же из-за своих вот этих особенностей я не смогу ну как бы находиться ни на какой на работе то есть что бы ни случилось в жизни то есть меня в этой жизни ну как бы ничего не сможет смотивировать но но как бы долгое время находиться на ну какой-то на работе ну то есть я не такой человек но который ну как бы со времени со временем способен к чему-то ну привыкнуть я не такой человек ну то есть у меня отсутствует вот такая знаете вот как бы устойчивость к каким-то ну проблемам ну то есть я не способен ну переносить ну какие-то ну проблемы жизненные то есть и соответственно ну как-то адаптироваться я не смогу к вот такой жизни то есть ну а ну когда я окажусь а ну просто вот где-то без дома там без крыши на долгу я не смогу адаптироваться к таким ситуациям то есть соответственно снимать комнату с кем-то я не смогу вот даже если не затравить финансовый аспект но потому что я не смогу с кем-то жить с чужим человеком но под одной крышей я не смогу жить то есть сам ну квартиру опять же мне будет снимать не по карману жить в общежитии но тем более я не смогу но потому что вот это с моей социофобией просто невозможно соответственно ну когда я всегда вот думала о будущем я ну как бы всегда хотел уехать на вот знаете но ну то есть я уже но когда-то говорил я хочу уехать на необитаемых у у у у у у Holocaust а ну где он был бы они рамок вот этой системы в целом то есть и в такой на концепции жизни там дом но но работа дом но потому что такой же узнали у меня не будет дома а сама на работа ну то есть она же мне ничего не даст песня о будучи ее нужен думаю с самого рождения то есть там даже если ты понимаешь что ты народился в бедной семье вот как например я то нужно но как-то там уже чуть ли не с детства думать то есть там стоит но какие-то планы а в моем случае уже ну поздно уже ну поздно но потому что мне на сегодняшний день ну почти что ну 30 лет и даже если есть сейчас же в эту же секунду там найду себе ну какие-то силы я в любом случае не смогу заработать на собственное живет а если даже сейчас вот возьмусь но когда я на него там смогу заработать лет через сорок лет через сорок а их хотя очень сильно сомневаюсь что дать даже до такого возраста опять же но просто отсутствует любая поддержка то есть отсутствует в жизни но какие-то позитивные ситуации в целом вот у меня жизни ничего хорошего не случается то есть у меня никогда у меня никогда не было ни девушки ни отношений то есть все девушки отказывались со мной встречаться я не спорю что но когда человек ну как бы счастлив ну то есть вот это чек способен от абсолютно на все но в моем случае у меня отсутствует но какие-либо позитивные мотивирующие вот факторы в виде там девушки вот ну естественно вот я бы хотел вот такую девушку вот но которая бы вот например осознавала что у меня большие проблемы вот жизнью то есть и вот на после смерти моих но родителей ну то есть я в прямом смысле окажусь без крыши на толовой соответственно конечно я бы хотел бы такую девушку но которая там была бы со своими квартирой ну либо же например готова но была но тоже там снимать вместе но вот это я считаю глупо со сравнивать на с обычными какими-то сожителями вот ну потому что многие сейчас могут спросить а как ты вот и ну как бы согласен жить с девушкину под одной на крыше но ты не хочешь жить с каким-то чужими людьми но вот это ну кардинально но разные вещи то есть если бы я встретил девушку на которой бы с которой бы у нас завязались чувства ей а естественно бы я бы но как бы я не видел ничего плохого в том чтобы жить но как бы с ней под одной на крыше но потому что вот это ну так или иначе но был бы там близкий человек но увы дорогие друзья мне это не светит соответственно если но речь идет о будущем то здесь обязательно ну как бы важно упомянуть то что вот такой аспект ну то есть а держится ли вот этот человек вообще за жизнь и как вы уже поняли я не держусь за жизнь ну то есть я в принципе я никогда не хотел жить а опять же из-за своих вот этих всех особенностей соответственно но каждый жди день я еще но больше убежать том что мне в этой жизни ничего хорошего не светит но только плохое соответственно какой может быть у меня быть будущее абсолютно никакого будущего у меня быть не может соответственно но как бы грустно вот это не звучало но а ну после но того как моих но родителей не станет ну тысячи ну как бы через там ну я не знаю сколько там человек способен прожить без еды там без еды не особо долго я думаю ну как бы не сколько дней там не знаю несколько месяцев там в лучшем случае там если искать где-то воду но без еды там человек может прожить там не знаю ну как бы не больше месяца соответственно вот это все что меня ждет в перспективе ну то есть меня ждет вполне ну логичная смерть от голода и сам голод он меня никак не сможет заставить но как-то что-то делать но потому что люди ошибочно но почему-то судят по себе вот если бы но какие-то там целеустремленные люди лишились бы но родители естественно бы вот эти люди ну а почувствовали но какой-то ну толчок вот но толчок в жизни что нужно что-то делать а у меня но такого не случится но потому что для меня ну как бы она для меня а смерть моих на родителей ну то есть она будет вот таким ну как бы плохим событием на который еще он больше вонит вонит на меня в еще большую депрессию в еще больше а апатию вот чем там с которой я сталкиваюсь на протяжении всей жизни соответственно дорогие друзья но как бы вот это не звучало грустно и но печально а о каком будущем я могу задуматься если в этой жизни меня в прямом смысле лишили все лишили все то есть меня забрали все но какие но либо возможности для того чтобы я строил свое будущее то есть работать я я не могу обеспечить себя и я не могу то есть но какие-то позитивные события моей жизни никогда не происходили то есть я говорю ну про девушка там про отношения соответственно меня ну знаете вот но как-то кардинально изменить мое мышление вот там не знаю на мышление целеустремленного человека в это в моем случае не способна абсолютно ничего ничего ну то есть но кроме девушки но кроме отношений не существует но каких-то факторов на которые бы но были способны смотивировать смотивировать на меня то есть что-то делать начать меняться но просто я не смогу и изменить себя внешне физически то есть ну то есть я не смогу и исправить свое ну косолазье заикание но рост фольж метр но она 50 зачем мне но такая жизнь то есть жизнь таком но теле если для меня вот эта жизнь она сопровождается но лишь болью лишь с страданиями и весного какого-то на малейшего шанса даже на свет в конце но туннеля ну то есть соответственно если говорить ну конкретно вот что со мной случится после смерти но родители но то есть могут моих родителей как бы например не станет все меня как бы настойчиво он попросит его покинуть вот эту квартиру и в итоге я окажусь под открытым как бы но под открытым небом без но какого-то как бы местом когда я могу ну прийти там даже банально надо переночевать сколько человек может прожить в таких условиях ну опять же учитывая мои особенности я прогнозирую что не особо долго жить там где-то не знаю в подвалах там на лавочках вот это все ну конечно же но туманная перспектива и ничего лучше мне в этой жизни не светит но после смерти моих родителей соответственно я уже давно смирился с тем что в правом смысле вот но после смерти моих родителей я могу как бы даже на часах запустить ну как бы такой но таймер и вот этот но таймер там ну как на песочные часы но будет отсчитывать обратное время и до непосредственно и моей смерти потому что без родителей я ничего не смогу и вот это очевидно то есть без девушки она тоже ничего не смогу здесь девушка мало бы заменить мне родители ну ну то есть дать какую-то опору вот но быть вот этим фундаментом ну ради которой я я бы не понимал то есть для чем не жизнь но у меня ну такого никогда не будет не будет соответственно все вот после того как моей форму родители не станет очень быстро не станет и и и меня самого а по-другому быть и не может то есть ну как бы чудес в жизни не случается то есть если все и и изначально ну понятно с моей жизнью было еще в момент на рождение то есть что что у меня в этой жизни ничего хорошего не ждет не ждет то есть соответственно да ну то есть вот такой но депрессивная депрессивная перспектива ну а по-другому быть и не может то есть это же не я так заходил но так захотела сама судьба вот но которая в прямом смысле замкнула меня в моем на теле но как будто вот в тюрьме вот как бы в карцере в карцере и как-то выбраться я из него не могу не могу от меня ничего в прямом смысле не зависит никакое чувство голода никакое чувство наступление вот ощущение наступление смерти меня не смогут смотивировать из сделать из меня совершенно на другого на какого-то целеустремленное и амбициозно чека и вот это я думаю любому и так ну понятно что чек он не способен из ну как бы ну как бы человек он не способен стать но другим вот чисто так по щелчку на пальцем соответственно но дорогие друзья я еще раз хочу сказать огромное спасибо моему донатеру сказал вот такую интересную тему за донат на 500 рублей и никогда не но повторяйте моих ошибок то есть вот это видео не является призывом действия надеюсь на то что у моих подписчиков жизни все но будет хорошо а вот в моей жизни ничего хорошего уже не будет в общем если вам понравилось видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до встречи в новых видео